5 ноября актер Павел Прилучный отмечает свой 33 день рождения. К этому возрасту артист финансово состоялся и добился больших высот в карьере. Однако мало кто знает, насколько сложный путь прошел Прилучный прежде, чем стать одним из ведущих и самых высокооплачиваемых молодых актеров страны. Раннее детство артиста прошло в Казахстане, но после распада СССР вместе с Павел переехал в Бердск, поселок городского типа под Новосибирском. Лихие 90-е дались семье актера непросто. В школьные годы ему приходилось подрабатывать грузчиком, чтобы приносить домой хоть какие-то деньги. Подростком же Павел занимался боксом. К 14 годам получил звание КМС и заработал целых 10 сотрясений мозга, что и заставило его бросить спортивную карьеру. Примерно в это же время он нашел работу в заведении для взрослых. «Я вел программы в стриптиз-баре в 13 лет, но я выглядел лет на 18». Вспоминает Прилучный. Однако детство Павла закончилось, когда ушел из жизни его отец. Он до сих пор помнит, как после смерти папы брат сказал ему, «Теперь ты тут главный, теперь ты за мужчину». Тогда будущему актеру пришлось работать еще больше, чтобы содержать мать и сестру. Мы там продали дом, потому что были большущие проблемы с долгами. Какая-то жесть началась у нас, когда отец умер. Мы продали дом, отдали все долги и жили в съемной квартире, поделился артист. Позднее Прилучный переехал в Новосибирск, подрабатывал там курьером, аниматором, продавцом, затем забрал из Бердска маму и сумел, ко всему прочему, окончить театральное училище. Но вскоре он понял, что пора стремиться к чему-то большему и переехал в Москву. Столица приняла юношу Сурова, он стал жертвой мошенников и в первые же дни потерял почти все деньги, которые взял в поездку. Благодаря череде счастливых случайностей Прилучного приютила знакомая, затем он поступил в школу-студию МХАТ на курс к Константину Райкину, но позднее ушел в ГИТИС. Уже в 2008 году удача улыбнулась Павлу. Он стал сниматься в эпизодических ролях в кино, а через два года его имя было известно широкой публике благодаря сериалу «Закрытая школа». Геймеры, как выйти замуж за миллионера, Мажор и другие картины сделали из казахстанского юноши суперзвезду, одного из самых высокооплачиваемых актеров России и идеал мужчины для тысяч фанаток. Теперь Павел может обеспечить не только себя, маму, сестру, брата, но и двоих своих детей, сына Тимофея и дочь Мию, рожденных в браке с актрисой Агатой Муцениеца. И хотя теперь пара находится в официальном разводе, Прилучный уже счастлив в новых отношениях с актрисой Мирославой Карпович, которая, к слову, недавно заверила поклонников, что не уводила Прилучного из семьи.